Вот мы ходим с тобой, мерзнем, как собаки сутулые, а они, наверное, в тепле сидят, выпивают кофеёк, шампанское. Да уж. Им рагу готовит какой-нибудь повар. Ну, можешь хотя бы перестрелять их всех, чтобы жизнь мёдом не казалась. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Как, ёпт, тихо-тихо. Вроде не тут. Обойти надо, наверное. Подожди, мы что-то спускались здесь. Нет, нет, не здесь. Не здесь. Черт, тут ко мне точно похоже на будет оптицу, не могу понять только на какую. На ворона, может быть? Или нарва. Может быть? А может, на голубя? А, или сову. А, точно надо. Ах, какой зараза. Человека. Никого не встретим. Может, если и встретим, то кого-то... Ой, да эти неженки, они сидят сейчас у себя в этого, я не говорю, боятся выйти. Ктфу на них. Так, другую, с другой стороны. А, вы здесь спускались на жопе? Здесь вот есть... Так обледенено, хорошо. Опа. 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 Ох, а мне понравилось. Никого не вижу. Видимо. Говорю, дома сидят, внутри. Можем сейчас по главной улице пройтись, и нас никто не тронет. Это же хранит. А может, уж никуда, слушай. Чёрт его поймет. Надо поближе посмотреть, сходить. Давай пойдём, посмотрим. Давай. Либо ловушку нам устраивают. Они умеют это делать, головастые ребята тоже. Да. Ну как, с той каретой, помнишь, когда мы увидели карету, побежали за ней, оказывается, ловушка была. Или тебя не было с нами? Да, было, было. Я просто думаю, что, может, им повезло, или ещё что-то. А, ну, может быть. Были бы они умные ребята, возможно, бы уже нас убили. Да, у них возможность была. Может, заметили сед где-то, правда, по домам, и кто-то, может, кстати, в домике на озере сидит. Или ещё где. Да, надо туда наведаться, раз уже здесь находимся. Можем поближе подойти, вообще, если там охраны нет никакой. Так. А здесь стоим, так можно перегонять? Да, да. Тут камень. О, может. Ох, ё. Значит, не покинули. Можем похитить его нахрен. Можем, если он сейчас далеко отойдёт. Можем к той развалюхе пройти. Разваленным. Видишь его? Да, да, вон он будет обратно видать. Можешь, патруль какой? Может быть. Заметил нас? Не шевелись. Надо быстро перебраться на ту сторону. И нас, нас мешок, да, я не пойму. Скорее всего, обход делает. Ой. Страшно всё. Ничего не вижу. Месса. Ох, ё. Там баран. Пс... А! Стив, ты где? Здесь. Где? Стив! Стив! Садок. Я здесь. Ё-моё! Конюшник я не видел. Людей сколько видел? Одну тамочку. Одного мужика и мужика с головой барана. Он пошёл опять в сторону этой конюшни. Я могу сидеть здесь вечно. Ну, конечно, кто не найдёт. Да, я тебя хрен увидел. Даже когда ты мне сказал, псу. У них куча лассо. Взял, это, моток. Один прям огромный был. Чуть это не с... Это выбросил его по дороге. Всех срят. Связали бы их всех. Слушай, сейчас, погоди. Стелитесь. Два. Вот, держи. Всё. Ещё что? Обматываем и сразу же уносим его. Да, да, да. Ещё щётку для лошади. Взял. Почисти, что свою. Чемотан не закрыл. Тьфу, ты. Я тут видел, а ты не ходил. Туда-сюда. А он, этот, быстро уходит. Да? Легко заходит. Далеко заходит. Кто? Вон, это кто-то здесь ходит. Нет, он от этого дерева доходит и уходит обратно. А-а-а. Вот бы он тут прошёл. Сейчас сразу был за лосой, и да. Надо экипировать, кстати. Людей что-то мало. Наверное, тут они уехали действительно куда-то. Может, как-то привлечь их внимание? Как? Выстрелом костёр с вистами. Они сейчас опять на уши все станут. Что-то выходят по одному, по двое ходят. Надо пока туман может сзади их и правда уносить. Давай попробуем пойти туда чуть дальше. Сейчас кого-нибудь одного ловим. Хотя хрен, мы с тобой далеко уйдём без лошади-то. По снегу-то. Твою, пошли. Да, 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 да. Всех. Твою, круто, как мы потащим. Я на своём речет на своём. И только нас хватит. Хрен знает. Одного утопим. Возвращаются. Или смотрят на нас. Набеком. На них. Накого не вижу. Надо стоять, нахрен. Дамочка, дамочка, ко мне подойди. Но откуда он третий берётся? Так. Ковбой. Они у нас двое на прицеле. Одного убиваешь, второй убивает их двоих. Ты не в игрушном положении. Да, потому что положи оружие. Да. Ты тоже, второй, поклади оружие, быстро. Отходим от... Там всё, они выходят, нахрен. Кажется, мне дожавю. Так, давай за нами, и этот остаётся тут. Просто идите за нами, да? Нет, нет, нет. Если хотите, не поворачивайтесь. Что? Почему ты не поворачиваешься на высоруживание? Хотим поговорить. Да. Хотим поговорить, только без оружия. Мы не убить. Вот вы без оружия поговорите, а мы поговорим с оружием. Хорошо, подскажите. Почему вы до сих пор не свалили отсюда? Как остановимся, я всё сразу объясню. Давай объясняй сейчас, пока у нас есть время. Ну, хорошо, без проблем. Без проблем. У нас экспедиция на время. То есть мы приезжаем 19-го. То есть это через неделю. Ну, даже меньше. Даже меньше, чем неделя. Вот. Мы в научных целях экспедиции. То есть мы просто очень мало находимся из-за определенных проблем. Поэтому, как бы, так долго здесь и находимся. Мы должны были быть вообще ещё дольше. До 29-го. Но, вот, решили уехать раньше. Вы должны уехать раньше завтра. Завтра? Да. Вы нашли своего Йети? Нет. Ну, что вы здесь делаете? Мы ещё не обследовали несколько территорий. Какие? Все на юг. Всё, что северное, мы знаем наполовину. В самый глубь мы не ходили. Там, видимо, вы, по крайней мере. Нам охрана сказала, что там вас видели часто. Вот, только юг и в основном юго-запад. Это вот именно от места, где мы сейчас. Юг и юго-запад. Там нет Йети. Мы сейчас на северо-западе. Мы сейчас на севере. Левее, левее, счастливее. Левее, левее, крики, 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 быстро. Как хоть вас зовут? Как вам нужно обращаться? Мистер, не твоё дело. Если я вижу ваших дружков, сдохните и вы, и они тоже. А мы-то при чём? Вы же их не злали. Мы же идём. Вот. Давайте с камушка на камушек прыгайте. Давайте вперёд. На ту сторону? Да, на ту сторону. Да, на ту сторону давайте. Промочьте ножки. Отрубим. Давайте быстрее. Быстро, быстро, быстро. Аккуратно, помоги даме своей. Давайте. Подтолкнем. Давай. И давай. Прекрасно, молодцы. Возьми их на это, на прицел. Едва намочил свои пятки. Всё, давай, хватит притворяться. Ноги, я ноги промочил. На какого-то очень. Иду, иду. Ты далеко не уйдёшь сейчас. Ты далеко не уйдёшь. Отойди, дамочка. Дамочка, нахрен отойди. Вы что, вы убить хотите? Не надо. Любишь его? Не надо. Любишь его? Можно не надо? Всего 19. Это же ребёнок. Давайте, мы договоримся. Спокойно договоримся. Мы договоримся. Мы же можем договориться, как на море. Запомни кое-что. Если вы сегодня должны убраться, иначе она сдохнет. Отпустите, но... Вяжи её, вяжи её. Так, давайте я, да, всё спокойно. Что у вас есть? Ничего. У нас взорвался лазарет, завалило кухню, у нас ничего нет. Лошади. Лошади. Половина сгинули в метели. Осталось буквально штуки. Хотим помогу. Штуки 4-5. Всё. Всего 4, ничего себе. Ну, 4-5, я не знаю. От твоего места поспешил бы в Колтер, иначе ты сейчас сдохнешь, и твои ноги посинеют и отвалятся. Да. Встретимся знаешь где? В домике на озере. Это куда? В направлении от Колтера. Вон туда. Твои должны люди знать. Вон в 7 раз, вон восток. Да. Если она будет разговорчивым, мы придём. Если нет, то ты знаешь, что она отказалась сотрудничать. Вперёд, вперёд. Сколько, когда? Завтра. Сколько? Завтра, в 9 вечера. Хорошо. Бегом, бегом, а то простудишься. Ну так соберитесь с людьми да уедьте. Оставьте начальство здесь и уезжайте. Какая проблема-то? Давай через фору пойдём. Оставляйте, оставляйте. Вы сами сказали, что ничего не нашли. Что вы здесь делаете? Две недели прошло. Вы понимаете, что у нас вообще вся экспедиция пошла не по плану. У нас очень многие люди перестали пробуждаться. Из-за этого мы не могли выходить на вылазки. Если на вылазки хотели... Вот у тебя сейчас будет вылазка. Мы покажем тебе эти места. Хотели здесь уже. Только я вижу спину вашего товарища. Да, представь, мы так видим постоянно. Завтра мы... Мы... Если они сделают всё правильно, завтра мы тебе отдадим. Если ты будешь себя сейчас плохо вести, ты сдохнешь. И мы отдадим твой труп. В каком смысле плохо себя вести? Если мне не понравится, как ты себя ведёшь. В каком смысле нравится? Ну, допустим... Вот будешь задавать лишние вопросы и в каком смысле. Ладно, поняла. Вот именно, смышлёная. Ну, вообще, у меня очень много вопросов. Аккуратно, аккуратно. Силы есть, я могу перехватить её. Если что-то, я могу просто за вами идти, чтобы вам не было тяжело. Нам здравую мысль говорит. Может, смотри, может, налево? Туда. Слушай, может, туда? Получится интересно? Давай, я её развяжу. Давай-давай. Вашу шляпку мы потеряли, извините. Ничего не заберу. Всё, вперёд, вперёд, вперёд. Только не убивайте. Может быть, так пойдём? Слушай, так можно пройти? Думаю, как думаешь? Да, можно. Да, 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 можно. Давай-давай так. И это по старому пути. Вперёд, вперёд, топай. Девка, туда, вперёд, и вперёд идёшь, и сказал. Так, эээээ, сколько у вас вооружённых людей? Немногие. Кто-то ходит с оружием, кто-то ходит с карабином, кто-то ходит с револьвером. Так, так, ниже, 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 спускайся, спускайся. Поживай. Не насрать. Вперёд, 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 вперёд. Вперёд, да, право, право, право. Мне кажется, тут нельзя пройти. Давай попробуем всё-таки там. Думаешь, пройдём там? Да, ну вот только там надо проверить. А может, нас катится? Погоди. Давай попробуем, ладно, иди вперёд, иди туда. Куда этот наш, говорит мой друг. Вперёд. Давай туда прямо, прямо, прямо. Да, 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 туда. Туда? Да. Да, да, да. Пошёл. Вы приехали на экспедицию, и не ищите Йети. Мы столько всего здесь увидели, пока мы здесь ходили, искали еду. Вы... Что-то не нашли Йети в случае? Нашли, трёх. Сидели, пили чай, да, и говорили, какие вы идиоты. Профин, этот выступ, выступ, ну там далеко, у нас лошади нет. Подожди, стой, мы не туда идём. Ну, да, ты... Я просто... У нас есть карта. У нас всё есть, вперёд-вперёд, двигай ногами. Ты застил им вверх. Что? Иди туда. Иду, 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 я иду за вашим товарищем. Я просто не знаю, куда вы меня ведёте. Вот и хорошо. Умница. Знаешь, что я думаю? Что? Скорее всего, сейчас они ищут, и даже они могут быть там, на той горе, куда мы должны сейчас пойти, поэтому, может, переждать где-то здесь? Давай разобьём палатки, у тебя же с собой. Да, да, у меня с собой. Давай. Давай, куда-нибудь надо где-то сесть, например, на той горе, куда мы шли. Или здесь. Что? Да давай здесь, может быть. Если что, здесь можем на жопе скатиться. Да, тут можно на жопе скатиться. Была здесь девка? Нет, в этой части не была, я не ходила за реку. Так это, блин, сто футов от вас. Или как это? Мы ходили только по правой части, и там на нас нападал медведь. А на левую у нас всё время проходили ошибки, мы не могли перебраться. Нечего налево ходить, конечно. Ну, мама учила не ходить налево, мы не ходим налево. Когда нахрен-то в экспедицию идёте? Ну, я выполняю роль фотографа и всего лишь на. Кто? Фотограф. А то кто? А тот человек, который условно делает картинки только через коробку большую. Моментальные картины. Это какая-то душевная болезнь? Нет, это профессия такая. Не повезло тебе. Это достаточно просто. Так, ну я вроде более-менее что-то поставил. Неплохо. Что, замёрзла? Конечно, я без шапки. Ну, что поделать? Найди волка, сними шкуру, сделай шапку. К сожалению, я не охотник, не умею охотиться. Тебе нужно просто убить волка. Что здесь сложного? Из чего? Из револьвера? Да. Не подходи, я к тебе так близко. Давай рассказывай всё, что вы... Где у вас еда? Где у вас кони? Ну, еда у нас... У нас её в принципе нет. У нас охотники выходят. Не бери мне. На охоту. У нас вчера буквально упало дерево на нашу кухню. У нас там осталось только пару щепоток соли. И всё. Слыхал, пару щепоток соли всё осталось. Бедные какие. А что же вы две недели жрали? Где ваш повар? Повар не пробуждается. Вместе со своей женой. Мы ели... Ну, я лично готовила то, что у нас было на кухне, а вчера у нас упало дерево. И завалило крыши всё там. Вы можете сами туда сходить и проверить. Если у вас есть бинокль. Конечно, прямо сейчас пойдём проверим. Мы всё это знаем. Вот. Ну, в конюшнику они. Я туда не захожу. Я... Что ещё интересно, кто у вас главный? Ну... Миссис Вазовский. Мистер Клянин у нас мёртв. Да, я знаю, что он мёртв. Почему вы не уехали, когда нашли его труп? Мы его похоронили. И решили продолжить эту экспедицию в качестве его имени. Что же вы сделали с тех пор? Мы сделали разведку, сделали вылазку. И что нашли, кроме медведя? Вас. Когда? Когда вы нападали на нас. Мы нападали на вас. А вы разве на нас не нападали? Напомнить... Тебе напомнить, кто у нас первый раз начинает стрелять всегда? Я не знаю, кто первый... Вы начинаете по нам стрелять. Мы просто идём мимо Колтера. Просто охотимся. А вы начинаете по нам стрелять. Каждый раз. Каждый... Вонючий... Раз. Мы встретили вас вон там. В какую-то группу. Мы шли туда. Увидели вас. Решили посмотреть, куда вы пойдёте. Вы, видимо, побежали в Колтер. Мы решили вернуться домой. И вы по нам начали опять стрелять. Снова стрелять. Когда мы... Значит, всё-таки это были вы, когда мы вас встретили. Ну, и раз вы побежали от нас, наверное, вы узнали нас. Ну, просто люди, которые увидели вас, они сообщили то, что увидели напротив нас людей, которые сразу же начали прятаться по деревням, в кусты. Тем самым мы испугались и пошли обратно в Колтер. И поэтому после этого начали стрелять по этим людям, да? Нет, стояла охрана, и потом мы услышали выстрелы. Это ваша охрана стреляла? Вы понимаете, я не охранник. Я лишь защищаю людей, которые... То есть вы вообще не в курсе, что у вас происходит, да? В плане с охраной не разбираюсь вообще. То есть вы живёте две недели, и вы вообще не знаете, как охранникам зовут ваших? Нет, почему? Знаю. Ну и что, как? Мистер Паттон, Биги Дринсон... Да, капитан. Кто ещё? Билли Диленсен. Кто ещё? Рэндалл Кэллоуэй вчера погиб. Как? Рэндалл Кэллоуэй. Как погиб, дурочка? А как погиб, вроде он сломал ноги. Кому? Ну, он упал с горы. Две? Ну, я так и не всматривалась. Ему было очень плохо, я не могу смотреть на мёртвые тела. Мне становится дурно. Не напомните-ка мне, по-моему... Сломанные ноги — это не сломанная жизнь. Он мучился. И что, вы его пристрелили? Нет, ему кололи морфин. И когда ему второй раз кололи морфин, он умер во сне. Он просил, чтобы его застрелили. Но никто не решался этого делать. Угу. Ещё? Ну, больше никто не пробуждается. Так я знаю Остина Рида. Ты важна для этих людей? Да. Ты же сама сказала, что ты фотограф никому не нужный. Нет, я фотограф, я выполняю эту роль. Но из-за того, что некоторые люди не пробуждаются... Для тебя всё это игра? Нет. Для тебя всего это игра, девочка? Выполняешь роль. Нет, пожалуйста. Это жизнь. Мы здесь выживаем. Это моя должность. Но это моя должность. Мы две недели живём здесь, жрём, что попало. А вы здесь шампанское побиваете, кофе, едите никак не в себя. И потом ты говоришь, фотографа с собой берёте. Это я фотограф. Для них всё это какая-то игра. Да. Приехать, посмотреть, написать картину и уехать. Вы нас прогнали из места, в котором мы жили. Ваш капитан сказал нам, что мы должны с вами встретиться. Мы договорились, что мы подъедем, обсудим перемирие какое-то временное. Когда мы к вам приехали на коне, подъехали, вы по нам начали стрелять. Опять первыми вы нас прогнали с нашего места, с того места, где мы жили. Мистер, я правда не знаю, что между вами произошло. Я с вами лично не договариваюсь. Не между нами ими, а между вами и нами. И такая же часть, как и они все, вашей вонючей экспедиции. Всех привет. Мы не знали, что здесь такое будет. Что здесь живут люди. Мы просто приехали на нашу работу. И что же ты подумала, когда увидела, что оттуда, из этого поселения убегают люди, а вы по ним стреляете? Не задалась никаких вопросов? Журталь, я не видела вас. Да, то есть ты посчитала, что твои люди просто так стреляют? Ну, вы же не стрелялись, когда мы только приехали. Они по нам начали стрелять, ваши охранники. И капитан. Но я не отвечаю за охрану. Почему вы вешаете эту веру на меня? Нет, почему ты не задалась вопросом никаким? Ты не задавалась вопросом, почему там в Колтере более-менее обжито? Почему в том доме большом натоплено было? Ты не задавалась этим вопросом, девочка? Нет. А зря. Зря. Я просто думаю, что если вы все-таки хотите там жить и сделать какой-то условный договор, то вам лучше просто поговорить со всей группой. Никто не будет вас стрелять. Вы в нас стреляете каждый раз, когда видите. Это безумие какое-то. Каждый раз. Сегодня только не выстрелили. Я думаю, то что если... Кстати, может быть, это будет хорошей идеей для переговоров, если вы будете идти со мной в лагере, если вы хотите поговорить со всей группой. Тем самым никто не будет стрелять. Я им сообщу о том, чтобы никто не стреляет. Да, и ваши 20 человек просто так не будут стрелять по нам двоим. Ага. Пробождены только 10. Я из них. И что? Остальные тоже проснутся? Нет. Ты что, смеешься? Нет. Ты хочешь жить? Хочу. Тогда почему ты не убираешься отсюда? Ты же видишь здесь мёртвое место. Ты видела дохлых коров на горах? Нет. Ты видела скелет мамонта? Нет. Ты видела огромные следы? Да. Ты видела тело Клейны? Да. Так что тебе непонятно? Здесь всё умирает. Понимаете... Сколько тебе обещали денег, чтобы ты... поехала сюда? Много. А сколько? Цену точно не называли. Учитывая то, что я взяла на себя большую часть обязанностей, мне предполагается больше. Сколько? Не знаю. Я думаю, на долларов 200-300 больше. Фотографишка. Ты не просто фотограф, получается? Я стала помощником, организатором и поваром. А-а-а. Что думаешь, Штиф? По поводу. Да по поводу всего. Ну, думаю, хорошо, что мы её поймали. Видимо, тут уже три дня без женщин. Точнее, три недели. А-а-а. Ну да. Что? Иди в палатку. Что? Нет. Нет. Дурочка. Да уж. Что мы её это того? Чего? Да мы поведем. А ты ж ты подумал. Да-да. 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 Они какие-то тепличные, что ли? Фотографы. Мамонта не видали. Моров не видали. Ча. А ты видала большую башню? Нет. Именно здесь? Да, блин, здесь. Но здесь не видела. И не видала, короче, этих, дома не видала. Чё ж знаешь, что с ней делать. Она пользовать неё никакой. Вести её к нам, да её кормить нужно и так далее. Да. Я ему скажу. Надо что-то сделать. Надо что-то сейчас. Они поменяют тебя на лошадь. Не знаю. Ты сама сказала, что ты для них важна. Ну, я думаю, что если вы для них сделаете такое условие, то я думаю, они задумываются насчёт этого. Знаешь, что я думаю? Пойти и сказать, что если она... Если не дадут лошадь, то она сдохнет. Приеду на лошадь. Слушай, есть одна забава, что если сейчас даже я или ты один пойдёт туда, кто-то будет её сторожить, то просто тебя возьмут в плен и потом мы будем менять друг на друга. Да, согласен. Симая портки. Что? Ты слышала? Нет, я... Вы неё не это сказали. Симая портки, говорю. Что? Вы серьёзно? В такой холод? Она действительно дурочка. Да и зачем нам трубка клейная? Слушайте, а вы военные? Вы участвовали в войне? Тебе какая разница? Просто интересуюсь. Да, до этого ты не интересовалась, почему это мы там жили, нас прогнали, и почему вы по нам постоянно стреляете. Вы мне сами сказали не задавать вопросов. Нет, до этого две недели ты не интересовалась. Сама сказала, что ты ничего не спрашивала. Я не спрашивала, потому что я не знала. Люди говорят, что опасность значит опасность. Я просто защищала людей, загоняя их в одну комнату. Чтобы они... В главном доме правая комната. Мы там всех держим, женщин. Просто чтобы их не ранили, чтобы они не пострадали. Это потому что все женщины там молодые. Кто-то даже замужем. Если обменяем на коня ее, будет хорошо. Да, только надо придумать как. Согласен. Максим, привет. За поиску не отправишь, сам не пойдешь. С поиска есть привет. Черт, надо было с тем парнем. А сказать ему, думаешь? Да, да не подумали даже. Ну, времени мало было, ну ладно. Ну, слушай. С другой стороны. Ну, я скажу, возьмете в заложники. Тогда... Ну, она погибнет. Нам-то нечего терять-то уже. А ты видишь, она сказала, что она у них организатор и повар. И фотограф. И фото... Так что... Что значит фотограф? Это кому нужно это вообще? Да, черт его знает. Давай так и сделаем. Самый не знаю. Давай так и сделаем. Давай. Давай, и ты пойдешь, Илья? Слушай. Давай лучше я, потому что у меня практически с собой ничего нет. Бинокль-то доставка. Ну, слушай. Это риск. Но ты парень умный. Скажи, что... Любой синяк, который на тебя будет, и любая рана, будет также на ней. А если тебя убьют, то убьют ее. Все просто. Обмен? На обмен мы не хотим. Так, значит, лошадь на нее, да? Да, лошадь и пусть эти, еду всю... А, медикаменты, медикаменты пусть. Все положат. У нас взорвали лазарет. Так, вот возьми сумку мою. У вас опиум есть, ты сказала. Нет, у нас нет опиума. Я даже не знаю, что это такое. Ты же сказала, что кого-то по... только укололи, чтобы он это спал. Морфин. Но у нас его больше не осталось. Наверное. Ладно, с богом. Давай. Удачи, Стив. Куда вылезла? Обратно залезь. И что теперь делать? Сейчас костер разведу. Да как это вас зовут-то? Зачем тебе нужно это? Хотя бы познакомимся. Ну, пойдем познакомимся. Сейчас будешь ветки сухие ломать. Пошли со мной. Пойдемте. Вперед иди. Ваш тоже, капитан, спрашивал имя, говорил слово мужика, слово мужика. По следам иди. Мы по вам не будем стрелять, поговорим, документы покажем на землю. Только приблизились и по нам начали стрелять. Вот ваше слово мужика. Мистер Паттон, он очень странный человек в последнее время. Да вы все там странные. Нашу девушку одну там не убили. Аккуратнее. Да-да-да, я сам разберусь. Вон сухие ветки, бегом к ним ломай. Сейчас костер будем разводить. Сказал бегом. Значит, забыть за час. Я не могу пройти. Выше поднимай ноги, я сказал. Да поднимай я выше ноги. Ломай. Что ж ты так это все... Ох, какая ж ты... Сил вообще нет, да? Давай-давай, разогреешься как раз. Так, так, немного есть. Давай, возвращаемся. Пойдемте. Так и что получается, две недели у вас... Что там произошло-то? Ой-ой-ой, продвижения особо нет. И что, значит, 19-го уезжаете отсюда? Ох, да. У нас из-за того, что особо нету движения, поэтому мы решили сократить. Людей не хватает. Да у вас движения нет, потому что вы не ходите никуда вообще. Мы их, если бы и хотели бы выйти, то... Мы назначали день. Укально сегодня на экспедиции. И что, не пошли? Похрана вся ушла. Так. Глупость сделаешь, пристрелю. Да что, я вас ветку, что ли, убью? Побежишь. Да не бойся. Это, наоборот, интересно с вами поболтать. Побиваю фотографы, гей, еще и журналисты. Две бесполезные профессии в одной девушке. Неплохо. Почему же бесполезные? Как-никак мне приходилось писать в Вашингтоне о войне. Да, историю пишут победители. Ну... Ох, боже мой. Все же приходилось общаться с людьми, которые участвовали в войне. В основном это северение. Да. У тебя родные воевали? Нет. Почему? Отец больной, а мать... Ну, понятно почему. Более на голову? Нет, у него с ногой проблемы. И что? Не хочет почти. Ну, значит... Ну, он сказал, что... Я бы пошел бы на войну, но не могу. За север или за юг пошел он. За север. Ммм. А вы? Что я? Вы воевали? А ты как думаешь? За север или за юг? А ты как думаешь? За север? А вы прекрасно ходите на одной стране. Но у нас также... Среди нас есть тот, кто... За южан. Да, у нас в экспедиции тоже очень много южан. Они не очень лестно... Относятся к северянам. Поэтому большинство северян у нас... В основном либо отмалчивается, либо не участвует в разговоре о войне. Понятно. Хотите фасоль? У меня осталось. У меня у себя есть, самого есть. Надо, чтобы она погрела сейчас на костре. Это я свою приложу. Да.